Приветствую вас! Хорошо, вам ответил мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович в своём ответе, всё он очень чётко и лаконично, на мой взгляд, описал, вот, и, собственно, вот это вот в первую очередь вам действительно и нужно иметь в виду при решении своей проблемы, своих проблем. Вот, смотрим. Это первое. Поскольку, в общем-то, Игорь Леонидович дал вам основную, так сказать, мысль, основную картину того, что происходит, вот, для меня работы осталось не так очень много после этого, в плане раскрытия вашего вопроса. Но всё же, всё же, всё же, то, что не сказали мои коллеги, по крайней мере, я не увидел этого. Вы говорите, что в последнее время из-за бытовых проблем начались трудности в вашей интимной сфере. Значит, во-первых, что это за, ну, что это за проблемы такие, да? Что это за последнее время такое? То есть, последнее время это как? Последнее время это что? Последнее время это, там, я не знаю, это сколько? Вообще, вообще, да, то есть, там. Последнее время это, там, ну, это год, это два года, это три года, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, вот, то, что происходит. Сколько времени, времени это происходит. Это первый аспект, который нужно, значит, раскрыть, да. Дальше. Наличие, собственно, проблем. Да, наличие, собственно, проблем, проблем бытовых, да. Вот. Тоже очень важный аспект. Тоже очень важный аспект. Что это за проблемы, да, то есть, какого рода это проблемы у вас. По поводу чего вы, значит, ссоритесь, по поводу чего у вас возникают конфликты и так далее. Да. Тоже очень важный момент, на самом деле. То есть, если, если снижение либидо началось, значит, после того, как появились трудности, сложность, сложности, сложности, вот, то исходить нужно именно из этих проблем. А именно из того, какую роль в этих проблемах выиграете. Ну и, грубо говоря, что это за роль, да. То есть, если, например, происходят, допустим, бытовые трудности, вот, то с ними, ну, я полагаю, логично, нужно как-то справляться, да, то есть, то есть, должны быть средства преодоления трудностей. Вот. Вот. Какие эти средства преодоления трудностей есть у вас? Это важный момент, потому что от того, какой набор средств используете вы для решения проблем, строительство, собственно, вот, как видите, ваше отношение, будущее ваших отношений, возможно, даже брак, в котором вы находитесь. То есть, это первый момент, первый момент, первый и, ну, достаточно важный момент, надо сказать, потому что от него напрямую зависит то, что вы будете делать дальше, да? Так? Ну вот. Хорошо. Хорошо. Дальше. Дальше. А, значит, момент следующий. Следующий момент. Заключается в том, как на мужа влияет наличие, собственно, вот, наличие сложности, скажем так. Как на мужа влияет это? То есть, влияет ли это на него каким-то образом? То есть, конкретно как на него это влияет, конкретно. Что вы видите, вы видите, что у него, значит, исчезает либидо, да? Вы видите, что ему не хочется с вами секса и так далее. Вот. Я не считаю однозначно, что дело может быть в том, что вы сексуально непривлекательны. Дело может быть в том, что вы просто-напросто не умеете правильно разрешать конфликтные ситуации, которые происходят. Вот. И всё. По сути, и всё. То есть, может быть, может быть, и не связано это с тем, что у вас проблемы с сексуальным поведением там и так далее. Может быть, всё совсем по-другому. Понимаете? Вот. Но, так или иначе, так или иначе, это нужно выяснять, чтобы, ну, адекватно понять, что происходит с вами. Вот. А без этого, без этого, ситуацию разрешить, на мой взгляд, ну, невозможно. Потому что всегда будут трудности, всегда будут проблемы. Следующий момент, который я хотел бы затронуть, да. Это момент того, что вы, значит, хотели бы себе любовника, ну, завести любовника, вот, чисто для утех, чисто для удовлетворения своих сексуальных потребностей. И вот здесь, конечно, тоже важный момент. Непонятно, любите ли вы своего мужа, да? Если любите, то как проявляется ваша любовь к нему? Как вы воспринимаете измену? То, что вы, по сути, себя собираетесь изменять? Как это связано, значит, с вашими чувствами? Как это коррелируется? И коррелируется ли вообще? Всегда ли вы действуете так при возникновении проблем, да? То есть, всегда ли вы выбираете стратегию избегания? Вот. Ну, в своём поведении. Вот есть решение проблемы, да? И вы это решение проблемы видите вот так. То есть, я изменю. То есть, либо я привью мужу интерес к сексе, либо я ему изменю. Вот. И всё. Здесь, конечно, мой коллега Кудрячёв Игорь Леонидович, опять же, прав, говоря о том, что проблема эта скорее ваша. И он прав, говоря о том, что пытаться изменить другого человека, да, ничего не даст. Абсолютно. Это бесполезное занятие. Ложь. Но если вы любите своего мужа, если вы его любите, если вы считаете, что он, например, недостоин того, чтобы ему изменяли, да, если вы так считаете, то я полагаю, что сначала, сначала, нужно приложить все усилия для того, чтобы решить проблемы, которые у вас есть. Вот. И изучить мужа, поговорить с ним, отвлечься от вообще тех проблем, которые у вас есть. Может быть, может быть, побыть вдвоём, сменить обстановку, выехать куда-нибудь и так далее. Вот. Вы говорите, что побаиваетесь себя. Побаиваетесь себя. А чего именно вы боитесь? Своих желаний. Как вы привыкли свои желания реализовывать? Вот в чём вопрос. В этом. Вот. И совет, который здесь можно вам дать, он, пожалуй, заключается только в том, чтобы вы рассмотрели своё отношение именно к мужу. Вот. Ну, то есть, чтобы вы посмотрели, чего вы хотите для мужа. Именно для мужа. Что вы хотите, хотите, хотите. Что вы считаете для него хорошим было бы, правильным было бы для него, верным было бы для него. Вот. Вот об этом вам и нужно подумать. И только после этого, только после этого, либо определиться с тем, что, ну, допустим, что я не хочу решать проблемы с мужем. Вообще. Вот не хочу. Мне это неинтересно. Не хочет тратить на это время, силы, энергию, да, и так далее. Тогда, возможно, имеет смысл рассмотреть идею, ну, хотя бы на некоторое время отдельного проживания. Раз вы, вот, не хотите, например, решать проблемы с ним. А если хотите, то, тут дело не в сексе даже. Тут дело, скорее, в близости, интимной. Интимной, в близости, но не в плане секса. Понимаете, в чём дело? Вот. Вы говорите, что интерес к сексу у мужа пропал после пяти лет совместного проживания. И тут, конечно, могут быть и естественные причины для этого. Могут быть, безусловно, и естественные. Но у вас проблемы. Поэтому задумайтесь именно об этом. Вот. Что касается депрессии, то это подавленное состояние. Это подавленное состояние. И здесь, на самом деле, нужно понять вам одну простую вещь. Ну, может быть, и не совсем простую для вас. Может быть, и не совсем простую. Вещь заключается в следующем. На мужское любимое очень сильно влияет духовное состояние, загруженность и так далее. Ну, не на всех, конечно. Вот. Но на некоторых людей, некоторых мужчин, это точно. Вот. И, судя по всему, ваш муж, да, ваш муж, он именно такой, судя по тому, что вы вот... Ну, судя по тому, что вы написали. И если вы хотите, все-таки, чтобы с ним все нормализовалось, в том числе, в том числе и для себя, в том числе и для себя самой. Вот. И если вы хотите, чтобы вы не пропустите его, то мне кажется, что самым правильным в этой ситуации было бы обратить свое внимание именно на него. Именно на него. На то, что хочет он. На то, что нужно ему. На то, что интересно ему. На то, что необходимо ему. На то, что беспокоит его, его. И так далее. Вот. Я думаю, что это самая правильная позиция была бы для вас. Ну, опять же, если вы хотите действительно все исправить. Вот. Остальное вам сказал Игорь Леонидович, в принципе, не видел смысла повторять его слова, да. Вот. Могу только сказать, что ваши чувства к мужу, да, вот именно чувства, они, конечно, нуждаются, на мой взгляд, в доработке, в анализе, в их инвентаризации. Потому что, ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, есть что-то, 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 что-то нескладное в ваших отношениях. А если точнее, то в вашем отношении к нему, вот, есть что-то, что-то страшное, что-то нескладное. Я бы сказал так. Потому что любящий человек, которым вы являетесь, ну вот, на мой взгляд, на мой взгляд, так себя не ведет. Я могу ошибаться, конечно. Вы со мной также можете не соглашаться. Вот. Это, в принципе, ваше право. Вот. Но мне кажется так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Прошу вас помнить, что интерес мужа к сексу упал не в результате вас, а в результате наличия проблем. Это проблемы в отношениях. Соответственно, в первую очередь, решать нужнее именно это. Потом уже все остальное. Не будет проблем. Будет так. Если сексу не будет, то проблема будет глубже находиться. Вот. Другое дело, если вы ищете повод, да, того, чтобы сможем развестись, это уже совсем другая история. Вот. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.